Мы решили со старейшими общины посвятить несколько уроков принципам общины. Мы решили говорить о нашем понимании, о видении, о единстве. Но мы не будем это делать как лекцию, первое, второе, третье. Это будет частью проповеди. И сопровождаться священными писаниями и всем, что важно для нас каждый день. Но мы хотим, как община, больше сосредоточиться на тех принципах, которые мы понимаем как руководители этой общины. И также те, которые нас смотрят онлайн. Очень многие, даже находясь за границей, чувствуют, что наша община – это их община. Я хочу ободрить вас, потому что, действительно, в единстве есть сила, которую сложно понять таким естественным образом. И я начинаю с недельной главы, которую мы прочитали сегодня. И Марк дал такое очень, просто, идеальное толкование. Что Бог говорил народу Израиля не только тем, которые стояли там, но всем поколениям. То есть это каким-то образом дошло до нас на генном уровне. Но я хочу показать здесь еще кое-что дополнительное. Я прочитаю старозаконие 29 с 10 по 15 стихи. Все вы сегодня стоите пред лицом Господа Бога вашего, начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши, все израильтяне, дети ваши, жены ваши, пришельцы твои, находящиеся в стане твоем, от секущего дрова твоей до черпающего воду твою, чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и в клятвенный договор с ним, который Господь Бог сегодня поставляет с тобою, дабы сделать тебя сегодня его народом. Это 13 стих. И ему быть тебе Богом, как он говорил тебе и как клялся отцам твоим, Аврааму, Ицхаку и Якову. Не с вами только одними я поставляю сей завет и сей клятвенный договор, но как с теми, которые сегодня здесь с нами стоят пред лицом Господа Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня. Если вы просмотрите эти пять стихов, как минимум три раза Бог говорит проклятвенный договор. То есть Бог поклялся нашему народу. Во-первых, мы видели что-то подобное в отношениях между Богом и Авраамом. В Бытие 22 главе написано, «Мною клянусь». И Бог говорит эти слова человеку. Мы сегодня прочитали Кадиш. Часть молитвы Кадиш, что ты превыше понимания. Ты превыше понимания наших мыслей. Мы не способны понять Бога, потому что Его величие вечное, бесконечное. Но вдруг вот такой великий Бог клянется. Как только я начинаю глубоко думать об этом, у меня просто внутренность взрывается. Бог поклялся нашему праотцу Аврааму относительно некоторых вещей. И мы на протяжении всего лишь пяти стихов видим три раза. Он говорит, «Поклялся, я поклялся». Два раза. Два раза слово «нижба», то есть «поклялся», еще раз слово, которое также можно истолковать. «Поклялся, что вы будете моим народом, а я буду вашим Богом». И сейчас я хочу дать вам небольшую аллегорию, вернуть в ульпан. «Поклялся, что вы будете моим народом, а я буду вашим Богом». На Иврите как минимум три слова есть с одним и тем же значением. «Гой», «Ам» и «ума». Все эти три слова означают «народ». Все эти три слова означают «народ». Слово «ума» переводится как «от одной матери». То есть несколько сыновей были у одной матери и создался народ. «Я не буду толковать, потому что нечасто используется это слово». Очень часто в Танахе используется слово «гой». Те евреи, которые совершили репатриацию с Европы, произносят слово «гой», как «говоря не про еврея» и унизительное слово. Но это ошибка. «Гой», «Анахну, Ам Исраэль, гам гой», «Анахну, гам вот то товар». Потому что написано и про народ Израэля, что ты народ и используется слово «гой». Как слово «гой» пишут «гимль вавьют». И те, которые знают евреид, знают, что «гимль» — это буква написана таким словом, как будто человек идет вот таким образом, принижаясь. Если вы смотрите на «гимль», это человек, который идет. А «гав» — это направление. А «гут» — это всегда, эта буква означает «бога». И есть группа людей, которые идут вместе, и много есть народов в этом мире. И Бог с ними. Поймите. «Ют» — буква «Ют» — это Божье присутствие всегда с ними. Если кто-то думает, что из всех народов Бог хочет сделать народ Израэля, то это ошибка. Он любит, когда есть различия. И в «Деяниях апостолов» написано очень ясно, что от одной крови Он создал все народы. Чтобы каждый искал Бога и исполнял Его волю. К большому сожалению, мы не видим это среди народов. Но когда вернется Машех, многие вещи будут исправлены. Когда мы видим в Священных Писаниях написано про наш народ «Ам», это народ «Айн-Мэм». «Айн» — это как глаз. То есть мы что-то увидели, что-то услышали, от чего-то получили впечатление. «Ам-Мэм-Софит» — это как низгар. А «Ам-Мэм-Софит» пишется как закрытый круг. То есть это что-то завершающее. И значение. Того, что написано. То есть мы получили впечатление от того, что Бог поклялся нам. Мы наполнились обещаниями Бога. Или как мы пели в песне «Хорошо нам быть твоими сыновьями». И это объединило нас. И эта мотивация намного более сильная. Потому что мы наполняемся обещанием Бога. И это сильно. Так, я это понимаю. Для меня. Но также я вижу что то же значение есть в слове «кагаль». Община, общество. И часто в Священном Писании мы видим, написано «не оставляй собрание своего». И многие говорят, был практический интерес для того, чтобы это написали. Потому что один поддерживает другого. «Могут молиться вместе». «Могут молиться вместе». «Помогать, если есть нужда». «Все это правильно». «Все это правильно». «И в общине есть те же люди». «Но когда мы объединены как одна община». «Как община». «И иногда даже происходят ссоры, и тогда происходит». «И иногда происходит, что ты говоришь про тебя, говорят, и такие разные…» «Но мы притираемся как камень об камень. Но намного более важно, что мы находимся в той сфере, когда Бог действует среди нас. «И это то, что влияет на весь мир». «Я дам такой пример из фантастики». «Вы слышали, что такое эффект бабочки?» «Допустим, что-то здесь маленькое упало, и через 10 тысяч километров в другом месте произошло торнадо. Я не очень верю в такие вещи на физическом уровне. Но у меня нет сомнения, что такое происходит в духовном уровне. «И мы видим это в Танахе». «Авраам сделал несколько шагов веры». «И посмотрите на все влияние Авраама в современном мире». «Мы знаем, что Иешуа согласился пойти на крест». «И это было в Иерусалиме 2000 лет тому назад, и в то время Иерусалим был маленьким городом, небольшой провинцией. И не было телевидения и интернета. Но посмотрите, какое огромное влияние оказалось смерть и воскресение из мертвых Мессии. «Мы не можем понять это до сегодняшнего дня». Потому что влияние в основном духовное, а мы можем видеть только то, что видят наши глаза. «Шауль пишет послание Евесянам». «Когда Машех воскрес из мертвых, Бог посадил его превыше всех властей и начальств, мы даже не понимаем, что это. Мы община. Давайте мы будем сохранять это. Это очень важно. И когда есть какие-то события в общине, есть какое-то направление, какое-то понимание. Возможно, это отличается от того, что ты в своей голове понимаешь. Но подчинение и смирение всегда дают добрый плод. Это первый пункт. И второй пункт. Я уже прочитал, когда Влад и Алла были здесь. В послании к Коринфянаме есть много подобных мест в Священных Писаниях. Написано, что при небесной трубе будет воскресение из мертвых и вернется Мессия. И будет изменена вся природа. И это событие очень связано с тем, что сейчас мы скоро будем праздновать праздник труп. И в Левит 23, 23, говорится про этот праздник. Праздник Господу. Ваструбите трубой на Сионе. После этого мы видим то же самое в Пророке Уиле второй главе. Ваструбит трубой на Сионе. Почему? Как мы связаны с этим? Возможно, мы не связаны никак, потому что нет храма. Во-первых, были времена в еврейской истории, когда не было храма, не всегда стоял храм. Но Бог не отменил для народа Израиля праздники Господни. И я вам скажу основное значение праздника трупа, или роша шана, как я его понимаю. Есть такая песня на еврейском. Что каждый маленький свет и вместе мы большой факел. Обычно эту песню дети поют на ханук. Но есть очень сильное внутреннее значение. Когда каждый из нас трубит в шафар, мы составляем большой небесный шафар. И в один день при небесной трубе воскреснут мертвые. И все изменится. Мы даже не понимаем, что это. Но это обетование Бога. И вот мы становимся партнерами исполнения этого обетования. Когда ты маленький, ты думаешь, что я такой маленький, как я могу повлиять. Но из таких маленьких создается большой народ Израиля. Но как мы, будучи маленькими, можем быть небесной трубой? Это не только трубить в шафар физический. Вы помните такое выражение «Скиния Бога». Но Новый Завет говорит, что каждый из нас есть «Скиния Бога». Шафар существует, но мы можем быть как шафар и провозглашать что-то своими устами. Каким образом? Это когда на праздник трупа или новое название Роша Шана очень важно покаяться. Это не значит, что без этого Бог нас не примет. Мы уже провозглашали сегодня Иеремия 31.31. Написано, что силой Нового Завета, когда мы приходим к Небесному Отцу во имя Господа Иешуа, то Он не помнит наших грехов и беззаконий. Но это не значит, что мы не должны меняться. И твое личное покаяние и особенно во время Роша Шана, когда мы приближаемся к Йом-Киппуру. Это очень важно. Изменение характера. Я несколько раз говорил, помните, я говорил про зависть и про злословие. Нужно измениться, избавиться от этого, освободиться от этого. Освободиться. И Езекиил 36. Псуким 26 и дальше. Я беру вас от всех народов и верну вас в вашу землю. И очищу вас от всяких мечестот, от всяких идолах. Мы не до конца понимаем, что за скверны, которые живут в нас, идолопоклонничества. Но мы уповаем на Бога, что Его Дух действует внутри нас. И опять-таки, песня, которую мы пели сегодня, в конце. Он действует среди нас, и Он находится среди нас. Если мы принадлежим Его общине, то Он действует среди нас. Я продолжаю еще дальше. Еврейская самоидентификация. Что это такое? Почему нужно сохранить еврейскую идентификацию или, наоборот, усилить ее? Несколько недель мы уже говорили по этому поводу. Во-первых, нет никакой жестокости. Мы никого не принуждаем, но мы очень приглашаем. И я дам вам пример. Часто Священные Писания сравнивают армию и общину. Или общину и стадо. Или общину и невесту. Мы не невеста, не стадо и не армия. Это просто аллегории. Потому что у нас есть элементы от всех этих трех. У каждого есть свободная воля, свободное понимание. Мы развиваемся индивидуальным образом. Но если вы посмотрите на армию Израиля, почти у всех одна и та же форма. Ты не видишь отличия формы, если это гивати или кфир или саерет. Ты не видишь между офицером и простым солдатом армию в форме. Потому что все одеты в одно и то же. Но у каждой группы есть свои тренировки, свои особенности и отличия. Если вы захотите про армию побольше узнать, поговорите с Женей. Община наша не лучше, чем другие, но и не хуже, чем другие. Мы одна из общин в Хайфе и в Израиле. Но мы получили от Бога откровение, что нужно сохранять самоидентификацию. самоидентификации. Когда мы объединены друг с другом, когда мы понимаем и соглашаемся друг с другом, неделю назад, Миша говорил про терпимость к другому народу. А, нет, к пришельцу. Я думаю, что это было достойное слово. А потом Дима сказал, что Гер, пришелец, должен поменяться. Это было очень правильно. Потому что мы стараемся сделать такую группу, которая, с одной стороны, отличается терпимостью, но, с другой стороны, у нас есть ясное направление. Мы живем среди нашего народа. И мы, в основном, приехали из России. И сейчас попытайтесь понять меня хорошо. Но сначала место со священных писаний. Шауль говорит, что если я посредством того, что я ем мясо, доставляю неудобства своему брату, то никогда не буду есть мясо. Помните такое местописание? Подумайте. Если я говорю красивые слова про искупление, про Мессию и про духовные вещи, но я пренебрегаю шаббатом, я могу говорить со своим соседом на протяжении вечности. Но из-за того, что я пренебрегаю шаббатом, а он, пусть даже просто неверующий человек, он не примет мои слова. Если я говорю с ним про искупление и про Ишуа Мессию, ну я говорю, что Новый Завет отменил кашрут, что это, конечно, ерунда, и такого нет. Я разрушаю способность объяснить ему правду. Еврейская самоэндификация. Как я вижу ее? Во-первых, нам нужно понять, что мы первородный народ. если мы это не понимаем, то мы половину уже теряем. Потому что с одной стороны все народы равны. Но с другой стороны, особенно здесь на Востоке, когда растет семья, первородный сын, первый сын, он наследует больше. Почему? Потому что у него есть ответственность заботиться о своих братьях. Не просто у отца было два сына и три дома. И старшему сыну он дал два дома, а младшему один. Потому что старший должен использовать свое имущество, чтобы также заботиться о своем младшем братье. У Израиля есть это первенство. Поэтому больше дано и больше потребовано. Больше дано в дарах, в духе, в разных вещах, но и больше требуется. В соблюдении заповедей шаббата, кашрута, отношений и другого. Здесь я должен сказать вам, мы в мессианском движении. Я не говорю о том, как сегодняшний раввинистический иудаизм смотрит на это. Я даже вас напугаю, что современный иудаизм очень отличается от иудаизма времен первого храма, второго. их несу ли ягодут о модерне дворим музарим и они афилы мухан лагид овдей лилим. И очень странные вещи зашли в современный иудаизм. Я даже могу сказать, что где-то идолопоклоннический. Например, реинкарнация. Нет такого в что ты хочешь что ты хочешь. Но в Писаниях написано, что человек один раз умирает и его дух идет на суд Божий. А некоторые течения современного иудаизма верят в реинкарнацию и об этом учат. Есть еще разные другие вещи, я не хочу заходить в это. Из-за того, что Израиль это первородный первенец народ, дано больше и Новый Завет говорит об этом. также требуется больше. И все соблюдения как Кашрут, Шаббат, Праздники, соблюдение чистоты у женщин, все это дано нам и требуется от нас. И не то, что если кто-то что-то нарушил, то как христиане думают, что за это Бог сразу отправит в ад. Нет. милостивый. Но когда мы хотим соблюдать то, что Он дал нам, в достоинство, в достоинство, в нас это дает нам еще одно духовное достоинство. Но это не как дурак, ты просто делаешь автоматически. посмотри, посмотри, изучи Священное Писание и пойми, что это. Если ты не понимаешь, пожалуйста, спроси. Мы тебе с радостью объясним. Первый пункт это то, что я сказал, народ первенец. Это наша еврейская самоэндификация. Второй пункт это шаббат и праздники. Что такое шаббат? Во-первых, это особенное время, когда мы встречаемся с Создателем Неба и Земли. Это время, когда мы проводим со своей семьей. Это время отдыха. Это не время, когда вы можете работать и 150% зарплаты получить. Но это время, когда мы можем помочь нашему ближнему. Я не буду заходить в очень религиозные рамки, которые существуют сейчас среди народа Израиля. У меня близкий друг есть. Он еврей йеменский. Он говорит, вы ашкеназский, вы нас с ума свели всеми тяжелыми законами. Он говорит, вы литваки взошли в наши яшивы и задурили нам голову тем, что говорил Ишуа заповедь на заповедь. Иудаизм времен второго храма или иудаизм Ишуа Мессии он очень простой для соблюдения. Но он не отменяет принципов шаббата и праздников. Что еще указывает на нас или укрепляет нашу самоиндентификацию? Обрезание. Я слышал, как люди говорили из-за того, что я теперь верю в Мессию, я своих сыновей не буду, не своим сыновьям я буду делать обрезание. Мы все живем в современной реальности. У кого когда-то, кто когда-то подписывал договор? Любой договор? кто подписывал договор, а потом продлевал его? Послушайте, есть договор оригинальный, ты зашел в квартиру, там есть мозган и холодильник, еще что-то. ты подписываешь я плачу за квартиру так и так и я обязуюсь сохранить все вещи в этом доме. после двух, трех, пяти лет ты продлеваешь договор с владельцем квартиры, но после стольких лет и мозган и холодильник уже перестали работать. и хозяин тебе покупает новый холодильник и вместо маленького кондиционера ставит мини центральный. Он не меняет договор. Он просто добавляет пункт и пишет другую модель мозгана или холодильника. Это то же самое, что Бог сделал с нашим народом. Принцип или договор основной был подписан на горе Синай. Но были вещи, которые Новый Завет отменил или исправил. Например, я уже говорил об этом, но я скажу вам еще. Из-за того, что не существует храм, то автоматически отменилась вся система жертвоприношений. Но у нас есть замена. И согласно Новому Завету вечная и совершенная жертва Мессии Иешуа. И он же является единственным первосвященником. не не колена Левия сыновей Аарона. Но согласно то, что написано в Псалмах, по чину Мелхиседека. Из колена Иудина. И это, конечно, очень значительное изменение, но это существует. Ничего Новый Завет не изменил по поводу кашрута, соблюдения субботы, обрезания сыновей, чистоты у женщин. Ничего не отменилось для народа Израиля. Естественно, есть какие-то изменения под современное время подстроенные. И когда-то ты не мог зажечь огонь для того, чтобы приготовить обо для того, чтобы подогреть еду, потому что это была большая работа. сейчас нажатием кнопки разогреваешь еду. И вот хорошо было бы, если бы все жили близко от общины и приходили сюда пешком. Но мы садимся в машину и едем, потому что мы смотрим на это как на часть служения. Но эти вещи показывают, что мы мессианская община. И еще раз я говорю, что все это не связано со спасением. Но это связано с нашим единством и силой свидетельства. Я хочу прочитать из Евангелия Иоанна 17-й главы. Если у вас есть вопросы, я очень рад, если вы приходите и задаете эти вопросы, мы с удовольствием вам ответим. Мы не хотим здесь из людей сделать серую массу, которой они не думают. Наоборот, с самого начала мы всех воодушевляем. изучайте сами священные писания и сами задумывайтесь над ними. Но есть принципы, которые объединяют нас. Ишуа говорит такие слова. 17-я глава, 9-й стих. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои. И все мое твое и твое мое, и я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а я к тебе иду. авину шебешамаем, соблюди их, или сохрани их во имя твое, тех, которых ты дал мне, чтобы они были эхад, как мы с тобой эхад. Когда я был с ними в мире, я охранял их, учил их, тех, которых ты дал мне. Я сохранил, чтобы никто из них не погиб, кроме сына погибели. Да сбудется Писание. Ныне же говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освяти их истинною Твоею. Слово есть истинно. Как ты послал меня в мир, так и я посылаю их в мир. Я за них посвящаю себя, чтобы они были освящены, защищены, сохранены истиной. Давайте мы встанем. Отец наш небесный, я молюсь за единство в нашей общине. И я благодарю тебя за то, что уже 20 лет у нас действительно много единства в общине. Есть хорошие плоды, но ты хочешь продолжать, чтобы мы были светом здесь в Израиле и также дальше. Я молюсь тебе, Господь, чтобы ты подготовил наши сердца к празднику трупов. И помоги нам быть маленькими шофарами. И вместе станем большим небесным шофаром. Я молюсь, что ты благословил нас твоей истиной. Написано, стойте за правду. И правда сделает вас свободными. Я еще раз молюсь за тот, у кого ранена душа. Я молюсь за Берту, чтобы ты наполнил ее радостью и светом Бога. Я молюсь за всех, кто нуждается в исцелении. Вы можете поднять руки. Те, кто нуждается в исцелении и благословение с небес. Отец наш небесный, твоя рука не сократилась. И ты во имя И Мессии исцели и укрепи болящих. Мы хотим видеть добрые плоды наших детей. Мы молимся, чтобы ты сохранил их от зла. И тебе мы даем всю славу и честь. Во имя Ишуа Мессии. Аминь. панав אל и и Ишуа и панав אל и и сэм лиха слом. Субтитры создавал DimaTorzok